Жители Одессы, слушайте! Гайдпарк в городском саду В Украине 358 тысяч сотрудников МВД, 780 милиционеров на 100 тысяч населения. Общемировой средний показатель 300 полицейских на 100 тысяч населения. Больше, чем в Украине силовиков только в Беларуси, 1442 на 100 тысяч населения. В России 976 на 100 тысяч населения. Справляется ли украинская милиция со своими функциями по защите граждан? Нет. Но мы недавно видели все события, которые были. Там и Николаевская область. Ну не справляется, потому что надо менять все. Милиция работает еще по временам, где-то, наверное, 50-60-х годов. А время-то идет, все по-новому, все по-другому. Надо же тоже менять. Совершенно нет. Очень много коррупции в милиции. Очень много коррупции в милиции. Ну, лет через сто. Ой! Никогда. Нет. Милиция отсутствует. Она справляется со своими функциями и работает на себя. Да, удастся. Если поменяется нынешняя власть, то все удастся. Нужен политик такой холоднокровный, жесткий. Нужно все пресекать сразу. Если бы милиция наша ходила и работала, как положено, по кустам, ходила, выискивала бандитов, а не вот по светлым улицам, они идут ночью по светлой улице, заметили, кто-то им не понравился, остановили, карманы вытрусили, что-нибудь подбросили и, пожалуйста, и забрали человека. Вы знаете, хотелось бы, чтобы это можно было бы победить. Но при таком раскладе, как сейчас у нас есть, вряд ли это удастся. Вы посмотрите, если правительство не могут там разобраться, того посадили, того выкупили, под залог выпустили, и на этом уже все. Так что я не знаю, конечно. Хотелось бы лучше его. И дай бог, будем надеяться, что, может быть, независимость наша в чем-то нам поможет. Ну, не к кому обратиться. Не знаю, я медработник. Это люди должны компетентные говорить. Я думаю, что удастся. Все зависит от нас. Нет, нет. Вот что касается милиции, хотелось бы видеть большего от них. Потому что народ наш на сегодня не защищен органами внутренних дел. Наверное, надо менять много в этом направлении. Потому что это самое главное в стране – защита человека. Удастся, если поменять все в корне. Милицию вообще надо убрать и совершенно набрать другой уровень подготовленных людей, сделать полицию. Такую хотя бы приближенно была, хотя бы как в Европе, чтобы это не был карающий орган, а это был орган, который помогает людям, который делает жизнь лучше, а не для того, чтобы ты вышел на улицу, увидел там человека в форме, и тебе стало страшно. Вот как вот эти события в Радивко и все остальные, которые все знают. Ну, что об этом говорить? Однозначно удастся, если сразу поменять всех. Вот всех убрать и новых людей подготовленных поставить, только в таком случае удастся. А если, опять же, поменять нижний пласт, а оставить руководящий, ну что, они опять построят эту иерархическую систему, и все, и ничего не изменится. Вот посмотрите, как в Грузии, например. Казалось бы, такая нам рядом страна, которая тоже постсоветского пространства, тоже такая же самая, как и мы. Но милиция там уже совсем другая. Там далеко, там давно полиция, и совсем исполняют другие функции, и стало гораздо лучше. Меньше коррумпированности, то есть получилось. Когда ей интересно справляется. Только желание надо, как у Саакашвили, и все будет нормально. Ничего она не справляется. Я не знаю, я в органах не работаю. Трудно сказать. Я думаю, что нет. Милиция даже не исполняет свои обязанности. Удастся. Есть такая поговорка. Союза нету, жизни нету. Если у нас будет правительство довольно жестче к этому относиться, я думаю, что да. Но у нас само правительство, я хочу вам сказать, коррупция. Вот и все. Жители Одессы, слушайте! Гайд Парк в городском саду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok